Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре «Правильный понедельник», который, как и всегда, посвящен основным фундаментальным новостным событиям прошлой недели. Мы стараемся исследовать рыночную конъюнктуру, смотреть, как активы реагируют на те или иные макроэкономические отчеты, на инфо-поводы, прослеживать тенденции и строить долгосрочные инвестиционные идеи. Потому что, не устаю повторять, фундаментальный анализ – это тот анализ, который помогает понять, как устроен рынок в плане тренда. Если вы, опять же, делаете акцент на фундамент и стараетесь найти ответы и понять, что может произойти с активом внутри дня, то это не совсем правильный подход. Не хочу, конечно же, портить фундаментальное восприятие рынка, но хочу, чтобы вы были большими реалистами. Фундаменты, события, они дают представление о преемственности новостной картины и позволяют определить курс монетарный, те действия, которые используются центральными банками, понять первых причин, а зная то, что является целевым ориентированием для регуляторов отдельных, можно, опять же, добавляя логику, прикинуть, какие инструменты для этого будут задействоваться и что, собственно, будет предприниматься. Поэтому последние несколько месяцев мы активно следим за тем, что происходит с монетарной политикой европейского центрального банка, мы активно следим за курсом ОПРС, соответственно, за поведением евро и доллара. Мы ждем с нетерпением каждый раз выступления Драги и Елен, потому что понимаем, что, будучи лидерами мнения, именно они задают тренды, именно они отвечают на вопросы и дают нам возможность понять, что будет с политикой дальше. Полагаю, то, что мой, может быть, даже где-то через мерный акцент на то, что доллар будет расти по определенным соображениям, а европейская валюта будет упадать всем. Хочется верить, все-таки позволило вам уже определиться также с долгосрочными ориентированием, потому что если бы вы действовали, как рекомендовал я, то уже по европейской валютам находились бы в хорошем профите, потому что с аллаками к максимуму, которые были зафиксированы много уже, можно сказать, недель назад, по паре евро-доллара 1,21 небольшим, мы оказались гораздо ниже и сейчас претендуем на то, чтобы постепенно сместиться в район поддержки 1,15. Да, доллар пока еще особо не радует, но нам сейчас есть чем работать, потому что у нас из важных, опять же, последних событий, и то, чего нам удалось добиться и достигнуть, это еще один абсолютно недвусмысленный прямой намек Джанет Кирин на то, что ставки будут получаться отдачи. Если вы не смогли на рынке найти намек и понять, где же был сделан акцент, я снова повторюсь сегодня, хочу, чтобы вы знали, какие изменения по политике ФРС грядут и к чему они должны привести. Праллельно с этим мы следим за нефтью, это особо актуальная тема для тех, кто интересуется и курсом российской валюты, потому что здесь картина испоконников не меняется и не будет меняться до тех пор, пока в России не появятся триггеры внутреннеэкономические для роста в виде высоких технологий и так далее. Пока что российскую экономику кормит нефтянка, поэтому, зная то, что происходит с ценами на нефть, мы можем предположить, где будет находиться курс рубля. Наша с вами цель ближайшая к 9.60, мы уже оттолкнулись с локальных минимумов по паре, налоговый период уже позади в России, поэтому рублю, по сути, сейчас единственное, на что можно надеяться, это нарост котировок нефти. Хотя, если вы следили за нефтянкой сегодня, то могли убедиться в том, что черное золото валится, может быть даже динамичнее, чем какой-либо другой актив, ну, по крайней мере, на сегодняшней торговой сессии. Но, с другой стороны, тренд – это не то чтобы долгосрочный тренд, локальный. Ему около недели он также указывает на то, что нефтянка постепенно смещается в районе 55 долларов за баррель, это, конечно же, актив бренда, для рубля он имеет самое большое значение. Поэтому, если этот уровень поддержки пойдет, в чем я практически не смеиваюсь, рубль может закрыть текущую пятидневку, подобраться к четвергую пятницу уже в район 58,5. Пока все этому явно способствует, и все к этому идем. По доллару. Давайте прям начнем с пары доллар-японской иены. Я специально в этот раз позволил себе сделать больше акцент на старт именно о поведении доллара, потому что доллар, а сейчас, задает настоящие тренды, формирует вот эти настроенческие факторы, указывает на горизонт и движение для рисковых активов. И мы тоже, будучи ведомыми, опять же, трейдерами, не можем никак противостоять, даже если нам хочется, тому уроку, который показывает доллар. Поэтому, если кто-то из вас делает ставку на рост рисковых инструментов, то, к сожалению, вам придется потерпеть, опять же, реализацию ваших целей, потому что за тех пор, пока доллар не начнет отсюда валиться, рост активов рисковых вы не увидите. Я ставку на это не делаю. Я считаю то, что риск будет оставаться под давлением. Опять же, единственное, что может сейчас привести к укреплению европейской валюты, австралийца, новозеландца, резкого укрепления фунта, это очередная эскалация напряженности в отношениях между США и Северной Кореей. Но мы видим то, что трейдеры все с меньшим, скажем, интересом реагируют сейчас на этот фонд, потому что устали уже слышать все постоянные взаимные словесные обвинения и угрозы. То есть я сегодня даже на бритвинге уже делал акцент на то, что сейчас общественность сравнивает, что высказывание Трампа, что высказывание руководителя и лидера Северной Кореи с лайм-собак. Это очень верное сравнение, потому что хорошо, конечно же, что дальше слов дело не развивается, потому что дальше слов – это настоящая война. И меньше всего хочется, конечно же, чтобы эта ситуация нашла реализацию в этой направлении. Безусловно, нам, как трейдерам, приходится обсуждать эту тематику, хотя я делаю это, конечно же, только потому что это нужно сделать, мне это крайне неприятная тема. Но все-таки я надеюсь, что та реакция и то поведение, которое демонстрируют трейдеры, специализирующиеся в стекляциях к доллару, а сейчас больше обращают внимание на монетарную политику. И мне было крайне приятно, опять же, с учетом этих очередных взаимных обвинений и угроз, которые имели место в эти выходные. Сегодня мы не увидели резкого ослабления американца. Более того, доллар локально растет, а это значит, что трейдеры, как и в конце прошлой недели, больше сфокусированы на том, что было сказано Елен и то, что произойдет с монетарной политикой дальше. Плюс ко всему, у нас наконец-таки с вами отчасти реализована налоговая реформа Трампа. Она, правда, еще только в формате обсуждения. Реформа Трампа еще не прошла, но так далеко Трамп со своей законодательной инициативой еще не заходил. И впервые с начала 2017 года хочется верить, что хотя бы что-то мы получим от Трампа в виде реформ. И это на самом деле что-то очень серьезное, самая важная реформа, касающаяся бюджетного стимулирования через снижение налогов и так далее. Напомню, что в данном случае под снижением налогов снивается облегчение налогового времени не только для корпораций, но и для физических. Это очень важно. Я на это еще под вебинаром сделаю отдельный акцент, потому что это тема по влажности номер два. После того, что мы ждем декабрьское повышение процентного статуса. Но это все равно еще один дополнительный аргумент в пользу того, что доллар должен сейчас чувствовать себя гораздо лучше, чем он чувствовал некоторое время назад. Доллар должен сохранять с собой лидерские качества, должен оказывать давление на своих конкурентов. Но лишь бы не вмешалась опять же ситуация в геополитика, которая, к сожалению, всегда перевешивает весь тот позитив, который нам удается накопить. Потому что любой форс-мажор выручный – это причина повышенного спроса на защитные активы. А здесь доллар проигрывает японской еде. Но это в качестве сценария может быть попытка объяснить возможное ослабление доллара, если мы увидим в ходе предстоящей недели. Нужно, чтобы вы понимали, что если это и случится, то причина локальная, а соответственно и реакция доллара только локальная. В рамках дня нескольких торговых суток доллар может и потерять. Но долгосрочная картина, опять же, снова я указываю на важность построения долгосрочных инвестиционных идей. Долгосрочная фундаментальная картина, она остается неизменной. И за локальными потерями будет идти еще большее восстановление последующих долларов. И вы должны быть в этом случае в верном направлении рынка. По доллару японской еде мы должны закрепиться выше отметки 113, потому что только после пробоя этого сопротивления у нас будет более высокий уровень, это 115. Надеюсь, что хотя бы в этом месяце мы сможем добраться до этой планки, до этого ценового ориентира. И понимая то, что этот потенциальный рост доллара, такой существенный, против иена, обычная пара, конечно же, учитывая ее низкие показатели волатильности, не показывает мощных трендовых торговых, конечно же, рост доллара будет причиной еще большее восстановление рисковых активов. И если нам удастся увидеть все-таки этот уровень по пайдово-японской, где нам евро против доллара с текущих значений, с текущего полоса 1.17 небольшим, будет смещаться в район 1.15. Я напомню, друзья, то, что после того, как мы пробили планку 1.18, на рынке снова заговорили о возможности ухода европейской валюты в район 1.1. Это весьма вероятный сценарий, и особенно он будет больше оснований для реализации, если в ходе последующих выступлений председателя Европейского центрального банка Драги, в ходе последующего заседания ЕЦБ, которое состоится через 2 недели, мы получим сигнал о том, что ЕЦБ все-таки остается привержен мягкой экономической политике, поскольку она важна, она обеспечивает экономический рост, который удалось показать в еврозоне, и без программы количественного смягчения, низкий процентный ставок, вся экономика валютного блока просто не обойдется. Если эти комментарии мы с вами услышим, то евро, может быть, и не потеряет в моменте, сколько пунктов нам хотелось, чтобы она потеряла. Но придется считаться с этим для себя крайним неблагоприятным сценарием, поэтому позже, так же, как и в отношении доллара, у нас будет внутренний долгосрочный стимул к последовательной коррекции. Мы умеем с вами ждать, потому что очень много идей, которые мы с опережением, может быть, в качестве цели не ставим, уходят сделки в просадку, мы с ней работаем, ну, в конце концов, активы выбираются из минусовой территории и показывают тестирование тех уровней, которые являются нашей целью. Поэтому по сделкам у нас позиционирование не меняется, а в отношении доллара я с огромным удовольствием представляю вам самые громкие заявления Джанет Киллин, которые были на прошлой неделе. Сказать то, что они жесткие, конечно же, в кавычках, это не сказать ничего. Это явное подтверждение того, что политика ФРС будет дальше в соответствии с намеченным курсом более высоких процентных ставок. Это политика нормализации денежно-кредитной политики, простите за эту автологию, это политика, которая будет способствовать росту доллара, и никак иначе. Потому что Джанет Киллин впервые за, может быть, даже год-полтора признала тот факт, что они больше не ориентируют уровень инфляции, то есть не ориентируются на индекс потребительских цен, и их решение по росту процентных ставок не базируется, опять же, на текущем показателе инфляции. Что это значит? Это значит то, что ФРС даже без цели у 2% будет дальше разгонять процентные ставки. И тут же Джанет Киллин, зная то, что на нее выросло большое количество вопросов, как это все объяснить, дала, на мой взгляд, четкую аргументацию своей озвученной жесткой позиции. Эта аргументация сводится к тому, что если позволить, собственно, оставаться в низком течении еще более длительного периода времени, я думаю, что она подразумевала до конца этого года, то это может стать риском причины потенциального перегрева рынка труда, если это случится, то у них потребительские цены, кажется, под еще большим давлением. А все это, в конечном счете, может привести к такому крайне неблагоприятному последствию для национально-американской экономики, как рецессия. Поэтому, услышав тот факт, что ОПРС при любом раскладе в декабре получит процентную ставку, мы увидели тут же подклик в показателе наш в классическом. Это фьючерсные контракты в FedWatch, которые следят за ожиданиями рынка по нормализации денежных рейтм в политике, то, что вероятность повышения индикаторов стоимости взаимных средств увеличилась со 73 до 78%. И это был, между прочим, только понедельник. Забегая вперед, хочу сказать, что у нас до конца недели было опубликовано еще несколько важных отчетов. Это личные доходы, личные расходы, основной индекс на личные расходы, показатели ОПР и заявки на пособие по безработице. И все эти отчеты, ну, кто-то не дотянул, был прогноз, кто-то превзошел. Но, в целом, медианная оценка осталась хорошей. В целом, статистика вдохновила трейдеров, убедила в том, что все неплохо по-прежнему для Штатов. Это еще больше повысило вероятность декабрьского возвращения политики, то есть рост подкосочных процентов. Еще раз убедила нас в том, что не стоит списывать со счетов американскую валюту. А стоит, напротив, увеличивать дневные позиции с соблюдением классических правил риск-менеджмента, с соблюдением, скажем, консерваторского подхода. Я снова призываю, рекомендую, ни в коем случае не допускать загрузку по депозиту свыше по плечу, чем 1 к 10, потому что, как бытует мнение, оно абсолютно оправдно. Я вам говорю как практика, как непосредственно человек, который не только работает с аналитикой, а торгует и который наступал на эти грабли, как всеобщего загружения. Если вы допускаете загрузку по депозиту вашего счета больше, чем 1 к 10, это верная дорога к сливе, к потере, потому что малейшее движение по тому инструменту, которому вы прогадаетесь с верным управлением движения, очень быстро введет вар депозит на отрицательную территорию, и величина убытка, как правило, оказывается настолько существенной, что трейдер не решается его зафиксировать, надеюсь, что, конечно, в счете эта ситуация выправится, и минусовая сделка не просто уйдет в зону, ну и позволит закрыть трейдер даже с плюсом. Я надеюсь, что вы тоже прошли через все эти классические ошибки, и мое лишь напоминание вам о том, что самый лучший сейчас подход к трейдингу, особенно к трейдингу долгосрочному, это контроль зароски депозита и не превышение ключа 1 к 10. Если вы будете торговать с такой загрузкой, друзья, большинство тех идей, которые мы с вами оставим, приносят очень хорошие деньги, и вы сможете показать доходности, точнее, вашей депозиты, больше 30 и 40% годовой. Я думаю, что для знающих трейдеров это, безусловно, лучший порос, показатель доходности, его стоит подождать. Дальше идем. Евро против доллара. С самого начала недели у нас был, скажем, с резонансом на выходные еще фундамент, это выборы, которые прошли в Германии. Изначально трейдеры полагали, что партия «Мекель» одержит изговорочную победу, а значит, можно в конце открытия прошлой недели активно ставать покупки, наращивать периодически эти ланги и ждать снова 1,20. Те, кто сделал это, попали, собственно, в просад, потому что при всей предсказуемости победы «Мекель» эта победа была не такой уж и безговорчивой. Одержала она ее при очень скромной поддержке вектората, и это явно сигнализирует о начале осележных перемен, которые уже навредили в общественных настроениях. Также я очень хочу сделать большой акцент на то, что раньше ближайшие партии конкуренты, которые также занимали, довольно получали большое количество голосов и проходили в парламент, в этот раз, собственно, закрыли выборы с наихудшим поддержкой за последние 70 лет. Еще большей неожиданностью для всех и для меня тоже стал успех партии «Альтернатива», это партия «Литра правых». Напомню, что в 2013 году им удалось набрать даже 5% голосов. В этот раз их поддержало 19% собственно электората. Это очень много, это такое количество голосов, которые дают возможность проходить в парламент. И не знаю, почему это приведет, но будем следить за развитием событий. Не то, что в Европе начинают снова преобладать взгляды ультра-обравых, либо, как еще это называют, неонацисты, это тоже тревожный знак. Что касается дальнейших действий, которые будут предприняты Меркель, безусловно, ей нужно, поскольку ее партия не получала достаточного количества голосов, то есть необходимого большинства, так назовем, нужно договариваться, нужно договариваться с другими партиями, мировать коалиционное правительство. Кто это будет? Я могу предположить, что речь пойдет о свободной демократической партии, но здесь сразу есть один подвох. Меркель в последнее время очень рад за идею всеобщей европейской полноризации. Основоположником, собственно, можно сказать, этой идеи является Франсуа Холанг, новоиспространенный президент Франции. И Меркель планировала одержать безговорочную победу и, собственно, начать реализовывать эти моменты и положение дорожного карта европейской интеграции. Но сейчас голосов у нее мало, ей придется договориться с партией свободных демократов, по партии свободных демократов, но ни в какую не хочет поддерживать идеи французского президента. Тоже неизвестно, каким последствиям это приведет, но я знаю наверняка, что вот этот период политической нестабильности, он сохранится. А политическая нестабильность это в любом случае точно не фактор поддержки для коса валюты, это против факторов, которые будут оказывать давлеющие эффекты на евро. Про это не забывайте. Против главного валютного риска продолжит действовать еще и неготовность и ЦБ отказаться от мягкой экономической политики. Поначалу у нас будут разговоры, потом выступил ДРН, который ясно дал понять, что даже не подумал, что они еще по выходе из программы количественного смягчения. После этого нам осталось дождаться выхода очень важного отчета, это статистика по инфляции, то есть самый главный статистический индикатор для действий Европейского центрального банка и текущего вектора экономической политики. Если вы забыли, я напоминаю, что до тех пор, пока в еврозоне не будет достигнут цель по инфляции в 2%, и ЦБ будет сохранять низкие процентные ставки и текущий объем программы количественного смягчения 50 млн евро в месяц. На текущий момент, друзья, инфляция 1,5%, то есть на четверть отстает от цели, поэтому если вас интересует аргумент того, почему политику не будут менять, вот вам, пожалуйста, низкие значения инфляции, и ранее озвученная позиция ВИЦБ, лично Марио Драги, что без этих экономических стимулов ситуация с инфляцией только ухудшится. То есть я абсолютно согласен с этим, потому что если не намывать деньги, не снабжать и не заливать ими экономику, инфляция не удастся. Еще хуже обстоят дела с базовым индексом потребительских цен, потому что это тот индикатор, который не учитывает цену на продовольственные товары и цену на медленосители. Здесь просадка ценовой двух до одного и одного процента. И на общую инфляцию, можно даже закрыть глаза, но с базовой инфляцией противиться точно не стоит. Это основной индикатор, почему ВИЦБ будет действовать так, как сейчас действует, и почему евро сохранит за собой статус ауксайдера, и почему вот эта жесткая аргументация, которая давно работает, контраст монетарных политиков ПРС и ВИЦБ будет действовать дальше. Потому что этот контраст не меняется, а только усиливается. Нет никаких надежд на то, что индекс потребительских цен сможет восстановиться до цели даже в перспективе года. И доказывает это последний прогноз ВИЦБ, потому что этот прогноз гласил, что два пациента будут достигнуты только в середине 2019 года. Очень и очень нескоро. До середины 2019 года очень много воды утечет. Я думаю, что ситуация вполне может даже и ухудшиться, и, соответственно, тогда прогнозы и планы придется снова менять. Прочие рисковые активы снижались вслед за евро. Функт закрыл среду на отметке 1.3383, австралиец 0.7846, но впоследствии на луги для австралийца на отметке 0.78 не могут быть ноли, там несколько пунктов, буквально чуть-чуть. Но чуть-чуть не считается, все-таки нам нужно 0.78. Не забывайте, что как только мы протестируем этот рубеж, можно было частично закрывать короткие позиции. По Новозеландскому фундамент был более интересен, потому что по новозеландскому доллару у нас было заседание Резервного банка в Новозеландии. Собственно, во главе с новым председателем это заседание, которое прошло без каких-либо изменений, тоже в соответствии с нашим предположением. Ставку оставили на прежнем уровне 1.75%. Но акцент тоже, как и прогнозировали, на важном сохранении экономических стимулов был сделан. И мы слышали вот эту коронную фазу, которая характерна и для Резервного банка в стране, о том, что есть конкретные цели по экономическому росту, есть конкретные цели по инфляции, но дорогая валюта затрудняет достижение цели и заставляет менять присматривать сроки от того, когда эти пункты могут быть выполнены. Мы помним, каким последствием эти комментарии привели в динамике австралийцев, потому что после того, как об этом было сделано заявление, австралийца серьезно... ...серой, но делаем скорость сейчас осталась включением. Новозеландская валюта по-прежнему сохраняет прессинг фундаментальный. Я думаю, что при росте доллара этот прессинг и это снижение станет еще более выраженным. Наша цель тоже пока остается неизменной. Мы ждем Новозеландца примерно на 50-70 пунктов ниже текущих значений. Да, Новозеландский доллар ходит недовольно активно, но все-таки здесь локальный микро-тренд прослеживается, и этот тренд соответствует нашим с вами ожиданиям, то есть снижениям. Что касается нефти, здесь референдум у нас был в центре обсуждения, и сегодня я на брифинге начал оценку ситуации на рынке черного золота именно с последствия референдума, который состоялся в Ираке. Это референдум, который не загнал котировки нефти на прошлой неделе максимум за последние два года. Почему? Потому что, с одной стороны, действовали опасения того, что, вступим к беспорядке, очередные беспорядки на Ближнем Востоке, эти беспорядки приведут к перебою в рабочую нефтяную инфраструктуру и, соответственно, скажутся на объемах предложения. Ну, в каком-то мере мы были правы, потому что, хоть до беспорядков непосредственно дела не до что, но до жесткой позиции регионов, которые находятся по соседству, которые распротивлялись референдуму, его считают незаконным. Он, кстати, прошел в одной из провинций. В Курдистане это считается, не знаю, насколько официально или нет, но, судя по тому, что был проведен референдум, наверное, все-таки нет. Вроде бы, как и часть Ирака, а, с другой стороны, это автономия, и к Ираку не имеет никакого отношения. Референдум прошел очень высокая явка, собственно, избирателей, но даже при признанной автономии Курдистана мы все равно понимаем, что так просто регион не выпустят из состава Севера Ирака. И, видимо, позиция Радзефа Радагана, президента Турции, который пригрозил перекрытие, опять же, экспорта курдистанской нефти, это основная причина, по которой рынок нефти отреагировал таким стремительным ростом, потому что, если дело дойдет до реализации этих ростов, то на рынке потенциальный дефицит и нехватка ресурсов, которые могут подразоваться, составит около 300 тысяч барресурсов, потому что буквально большая часть, ну, если не большая часть, то примерно 50% всей иракской нефти отгружаются через турецкие порты. Поэтому, или порты, можно сказать. Если эта угроза была реализована, соответственно, на рынке возникнет дефицит предложения, а дефицит предложений – это то, что традиционно проводят копировку нефти вверх. Эта идея очень хорошо отрабатывала, жила буквально в понедельник, во вторник и в следу на рынке и Brent, и WTI, но ближе к концу недели настроения не изменились, и без новых острых заявлений со стороны Радагана, со стороны Турции, рынок обеспотился и стал обращать внимание на старые добрые факторы и причины, которыми мы оправдывали слабость нефти. Запасы, как вы помните, в этот раз запасы, может быть, и оснизились, как и от американской нефти, так и от администрации монетической информации, но выросли запасы бензина, выросли объемы добычи, а рост производства сланцевой нефти снова позволил нам вспомнить про планы администрации монетической информации о увеличении добычи сланцев в октябре, плюс 79 тысяч. Мы тут же стали ждать пяточный рейс Бейкер-фюз по количеству нефтяных терминалов, потому что были абсолютно уверены, что число терминалов вырастет, особенно в свете столь высоких цен на нефть, и оказались правы, потому что количество терминалов действительно увеличилось на 6 единиц до 750 штук. И плюс ко всему, когда мы добрались в понедельник до максимума за последние два года, это 58 с небольшим по бренду. Вы помните, я тут же вам сказал, что это момент истерин для нефтяных, потому что такие высокие цены на нефть будут подрывать моральный дух в Лежном и Востоке, если цены и без того находятся на высоком значении, зачем тогда придерживаться прежней договоренности по снижению добычи, ведь цель этих договоренностей поднять котировки в нефти выше 55, сейчас они и так находятся на высоком значении. Это первый аргумент. Ну и второй аргумент, который я позволил сделать в качестве предпосылки, обозначить в качестве предпосылки снижения, то, что если мы видели рост Асланской активности в Штатах как 50 долларов за баррель, то, разумеется, этот рост будет продолжен еще большими темпами при ценах 58 долларов за баррель, то есть больше, чем на 15% выше по стоимости. Поэтому котировки нефти, видимо, осознав действительно наличие причин для сладости, стали соответствовать нашему с вами прогнозу. Мы увидели снижение бренда. Это падение активно продолжается и на сегодняшней торговой сессии. Надеюсь, что очень быстро мы с вами снова заперемся ниже 55 долларов за баррель. А что касается статистики по Штатам, я уже отметил то, что в конце прошлой недели у нас было несколько еще важных релизов, на которые обязательно стоит сделать акцент. Это экономический рост, хоть и оценка прошлого квартала, но все равно еще один мощный отчет, который поднял вероятность ужесточения монетарной политики примерно на 2-3%. И в соответствии с экономическим ростом, который мы видели после этого, 3,1%, с ростового отказателя 3%, этого достаточно, действительно, чтобы год на 17-е штаты завершили лучше, чем 16-е. Поэтому я продолжаю делать ставку на то, что ФРС не будет больше закидывать идею на рынок о том, что еще один шаг по росту процентных отставок сейчас не уместен. Более того, я хочу сказать то, что ФРС ближе к декабрю поднимет вероятность через этот контракт, вот в вероятность получения ставки до 100%, то есть, чтобы оправдать ожидания рынка, не спровоцировать волатильность, не нужные колебания. Это тоже с начала 17-го года такая устоявшаяся позиция и поведение американского регулятора, который старается соответствовать ожиданиям. Это похвально, конечно же. Я надеюсь, что и другие регуляторы тоже пойдут по стопам ФРС и будут логичны в своих поступках и будут принимать те решения, которые ожидаются, если проводить правильный моментальный анализ. В отношении многих регуляторов особым наплотно сейчас является канадский регулятор. Это совершенно не так, потому что канадец поразил всех, точнее, Банк Канады повысил 20% ставку в этом году, то есть, по сути, стал вторым регулятором после ФРС, который пошел на такую адресивную, скочили инвентарную политику. Из-за реального это сделали. И сам Стивен Поллс, который разговаривает Банк Канады, уже на прошлой неделе признал ошибку, отметив то, что была проблема с закритованностью домохозяйства, и после того, как они подали процентную ставку, эта проблема еще больше усилилась. Но очень такие глупые выводы, на мой взгляд, потому что на что вы вообще рассчитывали, если вы и забираете ставку по кредитам, неужели вы считаете то, что долговое время не меньшится? Это было бы настоящим парадоксом. Друзья, поэтому по доллару к канадцу я так плавно перешел к нему, хотя особо останавливаться на этой паре сейчас не собираюсь, потому что считаю, что трейдинг крайне риск полностью. В общем, не канадца. Даже при том, что было сказано хостивным полозом, я никак не могу сейчас поставить на ослабление канадца, потому что позиция Стивена Полоза может измениться буквально через месяц, и мы снова пишем отговоры о своеобразности повышения процентных ставок. Мы хотим, чтобы вы также попали в голову этих ожиданий. Если хотите рисковать, тогда удачи вам в паре USDCAD. Можете придерживаться рыночной позиции, можете посмотреть тех, послушать прогнозы, посмотрите видение того, что будет с канадцем, скажем, аналитиков, в том числе и других компаний. Вы увидите, что они рекомендуют активно покупать пару USDCAD, но, опять же, это на собственный страх и риск. Я стараюсь аргументировать позицию, почему сейчас торопиться с этим не стоит. Может быть, кто-то услышит и поступит в соответствии с тем, как я рекомендую. Но, в любом случае, я также озвучиваю лишнюю субъективную позицию. Кого-то она интересна, кому-то нет, но я обязан говорить вам, где скрываются подобные камни и находятся серьезные такие системные риски, которые могут в очередной раз опрокинуть очень большой пласт и костяк спекулянтов, которые торгуют этой валютой. Что касается отчетов по штатам, напоминаю, что у нас были заявки на посолье по безработице. Здесь снова ниже 300 тысяч, поэтому даже фактически на цифрах особо я останавливаться не буду. Это не имеет значения, потому что, если ниже 300 тысяч, это позитив. Личные доходы у нас выросли на 0,2%. Личные расходы подросли чуть меньше, но все равно статистика со знаком плюс. Это важно. Соответственно, личные расходы и личные доходы это то, что является частью показателя потребительской активности. И если у нас есть вот эти предпосылки, рассчитывать на сильную розницу в этом месяце, мы можем ставить на то, что экономический рост также продолжится. Хотя здесь тоже есть свой подъемный камень, и пресса нас, в принципе, к нему подготовили. Этим подъемным камнем являются последствия стихийных бедствий и последствия ураганов фирмы и хары, которые оброслись месяц назад на Американское побережье. Нужно тоже логично рассуждать, и если эти ураганы привели к серьезным последствиям и разрушениям, это сказалось и на рынке труда, конечно же, в лучшем смысле. И при локальных проблемах на рынке труда это могло привести к определенным проблемам с жадными платами, и все это, конечно же, выводит нас на более слабые показатели потребительской активности. Поэтому, когда у нас будет возможность спустя 3 недели анализировать с вами новые данные по экономическому росту, ни в коем случае не вздумайте активно начать распродавать доллар, только потому, что вы увидите слабые цифры. Это временное явление, и оно никак не ломает того высновательного тренда, который сложился на рынке американской статистики и понимание того, что будет с долларом дальше. Это, друзья, что касается отчетов прошлой недели. Эта неделя, возможно, станет еще более интересной, потому что у нас чего стоят только пятничные отчеты по Non-Pan Perils, статистика по американскому рынку труда. Есть даже мнение, что если данные не разочаруют, то вероятность получения процентной ставки с текущих 80% поминется до 95%. Я разделяю эту позицию, потому что Non-Pan Perils – это статистика, которая может показать на рост заработных вкладов. Если мы увидим все-таки ее статистику со знаком плюс, и если годовое выражение, как кажется, либо будет сохранено, так лучше сказать, выше 2,6% по приросту, конечно же, мы сможем, скажем, дождаться мощной поддержки для доллара, а доллар обязательно должен будет воспользоваться этим релизом, чтобы укрочить свои позиции, прежде всего против японской валюты. Надеюсь, что хотя бы на этой неделе мы сможем преодолеть с вами вкладку 113 против доллара. Но мы тестирование видели, это уровень уже не раз, но никак не дают доллару закрепиться выше. Но сейчас все-таки отдадим должное мощности и силе фундамента. У доллара есть для этого все подпосылки, но другой важный вопрос – воспользуемся ее, этой поддержкой. Завтра у нас с утра решение Резервного банка Австралии по процентной ставке в 6.30 по московскому времени, соответственно, к дриппингу у меня уже будет даваться информация. Сразу хочу сказать, что лучше поторговать австралийцам через ослабление, потому что риторика Резервного банка Австралии не изменится, так же, как и процентная ставка. Без мягкой политики не обойтись, и более низкий обменный курс австралийца больше, скажем, выгоден для национальной экономики, нежели чем более дорогой. В среду отчеты DP по уровню занятости – это классика жанра. Перед Нон Параперл за два дня у нас частное агентство приходит данные по уровню труда. Посмотрите на прогнозы, ожидают очень хорошие цифры. В свете последних данных по заявкам на посолье по разработке, я считаю, что эти ожидания оправданы. Плюс ко всему, еще в 17.00 индекс делативности АСМ в секторе услуг, сектор, на который приходится львиная часть экономического роста, тоже по прогнозам у нас ожидает очень сильный отчет. В 17.30, спустя 30 минут после этого изменения запасов нет и неких продуктов от организации анализической информации, я надеюсь, что мы увидим еще достаточно эффект отголосок от последствий урагана Ахарви, потому что до сих пор, вот я сегодня не появился, посмотрел по отчетам простой производственных мощностей нефти перерабатывающих заводов в США, составляет чуть больше миллиона. Это для общего показателя переработки довольно существенная цифра и она должна, в конечном счете, привести к тому, что запасы накапываются, потому что меньше производственных мощностей, чтобы перерабатываться имеющиеся нефти. При росте запасов нефть должна отреагировать, собственно, еще больше слабостью, и если этот сценарий будет реализован, уж точно мы увидим отход до закрытия недели, котировки проекта ниже 55 долларов за баррель. Сразу же за отчетами по EDP и активности ISM, всякая условка, выступает Джанет Гиллен, если она повторит хотя бы частично то, что было сказано 2 недели назад, доллару будет предано, скажем, дополнительное ускорение, и мы сможем рассчитывать на движение пары USD и EDP чуть ли не в район 114, где против доллара. Собственно, четверг здесь статистика уже будет не столь интересной, как среду, да и целом трейдер уже подготовился к пятнице, где количество новых рабочих мест, уровень безработица, среднепрессивная зарплата, это релизы, которые выйдут в одно и то же время в 15.30 по московскому времени. По ожиданиям будем, давайте, корректировать показатели, оценивать настроение буквально до пятницы каждый день, тем более, что у нас есть возможность встречаться с вами в прямом эфире через перескоп 9.30 по московскому времени. С огромным удовольствием от всех я приглашаю завтра, как и всегда, неизменный формат нашего вещания. Говорим мы очень долго и много про доллар, потому что я хочу, чтобы вы были в курсе всего, что происходит сейчас в Штатах, и что может повлиять, соответственно, на поведение доллара. Также из отчета в пятницу еще уровень безработицы и по Канаде, но, скорее всего, на этот релиз спрейдеры обратят уже меньше внимания, потому что баллом будет править доллар, а доллар уже получит определенные ориентиры после выхода отчетов по национальному рынку труда. И традиционно замыкать неделю будет отчет Бейкерфьюз по количеству нецененных терминалов платформ. 750 штук на текущий момент, максимум с начала 2015 года. ВСО, лиценный момент, позволяет говорить нам о том, что количество терминалов снова увеличится, к примеру, на 5-6 единиц. Если прогноз будет оправдан, тогда котировки бренда не только ниже 50-50, но и в основном давать подвижение в районе поддержки 50 долларов за баррель. Ну и, конечно же, целевые ориентиры по наиболее ликвидным валютным парам вы сейчас видите на своем экране. Евро доллар 1.17, фунт против доллара 1.34, USD, EMA 113.50, австралиец, новоззеландец, каналиц, платит доллара 1.24, золото 1260 долларов за тройскую пункцию. Собственно, друзья, на этом огромный... Если будут вопросы, вы знаете то, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube под каждым видео-дрифингом. Под актуальным я буду знать, что это вопрос актуальный, и вы требуете, собственно, такого же актуального ответа. Каждый день я просматриваю ваши вопросы. Большое спасибо, что становится все больше и больше. Обсуждение, скажем, разрастается. Это следствие того, что и трейдерское сообщество становится все обширнее и обширнее. Вопросы тоже очень грамотные. Они лишь подчеркивают уровень вашей финансовой осведомленности. Соответственно, приятно осознавать то, что и видеть, что к обсуждению вы сняете все больше и больше количество трейдеров. Это как раз то, на что я и рассчитываю. Надеюсь, то, что в завершенном 2017 год с еще большим количеством подписчиков, с еще большим количеством вопросов, соответственно, ответов и, как и всегда, будем продолжать совместно искать истину и определять наиболее верные направления движения для финансовых активов. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok